Марина Серова. Ведьмин. Камень. Глава первая. День не задался с самого утра. Алина приехала ко мне ни свет ни заря, и с порога засыпала меня новостями, не представляющими для меня абсолютно никакого интереса. Я пыталась тактично намекнуть ей об этом, но то ли мой намек был слишком тонким, то ли подруга умела хорошо притворяться, только она не перестала рассказывать мне про своих знакомых Маш, Даш, Саш. Мало того, Нечаева широко открыла свои большие голубые глаза и таинственным голосом зашептала. Ой, Полина, что я тебе сейчас расскажу? Такое вступление предвещало новую историю часа на полтора. Я мысленно скрипнула зубами и приготовилась к самому худшему. Помнишь, когда мы уходили из магазина Алены Дьяченко, я прихватила оттуда книгу и коробочку, лежащую на ней. Разумеется, я это помнила. Это было последнее мое дело. Алина помогала мне, работая по моей просьбе в магазине драгоценных камней продавцом и выполняя попутно роль засланного казачка. Она добросовестно справлялась со своими обязанностями целых три недели, получив лишь тысячу рублей в качестве аванса. Так и не дождавшись от хозяйки Алены Дьяченко достойной зарплаты за труды, Алина, уходя из магазина, в качестве оплаты за свою работу прихватила какую-то книгу и маленькую коробочку, лежащую на ней. Тогда мы не знали, что это такое. И вот теперь, спустя несколько дней, подруга приехала ко мне и стала рассказывать просто невероятные вещи. Полина, ты представляешь? Книга оказалась очень старой. Ее выпустили еще в начале 20 века, то есть более ста лет назад. Нет, это даже подумать страшно. Сто с лишним лет. Там описываются самые разные камни и минералы. От обыкновенного алебастра, из которого тоже всякие поделки изготавливают до алмаза. И не только описываются сами камни, но и их свойства – магические и лечебные. Эта наука называется литотерапия, и она является одной из самых древних. Оказывается, еще на заре человечества всякие там шаманы и врачеватели лечили больных с помощью минералов. Все древние культуры в Египте, Аравии, Персии, Индии, Китае и еще где-то там, не помню, имеют трактаты, описывающие влияние камней на самочувствие или на болезни человека. И ты в это веришь? Сомнением спросила я. Во что? В то, что камнями можно лечить? Конечно, верю. Это же не вчера обнаружено. Это подтверждено опытом нескольких столетий. А ты знаешь, что почти за каждым видом драгоценного камня в истории тянется длинный мифологический шлейф преданий о его целительных и магических способностях? Неужели? Но ведь это только предание. Это еще не означает, что все эти свойства минералов доказаны. Конечно, доказаны, кипятилась подруга. Еще как доказаны. Ну вот, смотри, у тебя есть какой-нибудь драгоценный или полудрагоценный камень. Собираешься продемонстрировать мне его лечебные свойства? Только ведь драгоценных камней у меня нет, и я ничем не болею. Жаль. Я в том смысле, что камней у тебя нет. Если бы ты болела, то я с помощью какого-нибудь камня могла бы тебя вылечить и на деле доказать тебе его силу. Но раз ты здорова... Кстати, наслать на человека болезнь или порчу с помощью камня тоже не составляет труда. Неужели? И какие именно камни занимаются таким неблаговидным занятием? Зря иронизируешь. Есть такой камень. Черный турмалин. По-другому его называют шерл. Турмалины вообще лекари. Например, зеленый лечит печень, нервную систему, кровообращение и кожу. Синий считается камнем мира и спокойного сна. Что смеешься? Да-да, он лечит бессонницу. Бесцветные создают равновесие духовных и физических сил, очищают сознание. Красный – талисман художников. Он развивает у них творческие способности. А вот черный турмалин, особенный – это камень ведьм. С его помощью женщины в средние века вызывали нечистую силу, засуху, мор, наводили порчу, отвораживали и привораживали. Хотя можно и лечить им. Это ты все в той книге прочитала? Да. А самое интересное, помнишь ту коробочку, которую я прихватила в магазине вместе с книгой, в ней оказался старинный золотой перстень с массивным камнем. И камень этот – Шерл. Ну и что? А то я теперь могу с его помощью вызывать нечистую силу, наводить порчу и вообще подчинять себе волю других людей. А засуху и мор? Легко. Только мне это без надобности. Представляешь, что будет, если в нашем городе сейчас начнется засуха? Для меня важно, что я могу заглядывать в будущее, потому что этот камень развивает необыкновенные интуитивные способности у своего владельца. Откуда ты знаешь, что это именно старинный перстень? Может, он современный и никаких особых свойств у него нет? Полин, ну ты даешь. Во-первых, описание перстня я прочитала в книге. Оно один в один соответствует моему перстню. Во-вторых, его магические свойства я уже проверила и убедилась. Камень работает. Глаза у Алины горели, как у настоящей ведьмы. Она говорила со мной зловещим шепотом, и я невольно подумала, что камень действительно оказывает на нее магическое действие. Докажи, что он работает. Неожиданно для самой себя попросила я. Легко. Нечаева полезла в свою сумку, достала свой необыкновенный перстень и надела его на левую руку. Он был ей великоват, даже на среднем пальце смотрелся нелепо. Но Алина сказала, что это совсем не важно. Главное – иметь у себя камень и верить в его силу. Я смотрела на все это скептически, не в силах сдержать усмешку. Не улыбайся, предупредила подруга. Это не шутки, между прочим. Здесь все серьезно. Я постаралась изобразить на лице самое, что ни на есть серьезное, даже озабоченное выражение. Нахмурила брови, плотно сжала губы, взгляд в перила, в перстень на руки Алины. А он действительно был очень похож на старинный. Витиеватые узоры, вокруг большого черного, как безлунная ночь, камня с крохотными серебристыми прожилками. Эти сверкающие полоски притягивали взгляд. И чем больше я на них смотрела, тем больше мне хотелось это делать. Я вдруг действительно ощутила магическую силу камня. «Ну нет! Еще чего! Что за средневековое суеверие? Готово?» – спросила меня Алина. «К чему?» – хотела спросить я, но почему-то вместо этого ляпнула. «Готово!» – загадываю желание, – предупредила меня подруга. «Какое? Тихо не разговаривай!» – что и разговаривать нельзя, – осведомилась я шепотом. Алина сузила свои голубые глаза, пристально посмотрела на камень, прошептала что-то невнятное, как мне показалось обычную билиберду. «Бредит!» – решила я, довела себя старинными книгами, магией и волшебными булыжниками. «Эх, жалко! Хорошая у меня была подруга, с детского сада!» «Темные силы буди, буди! Добро молодца ко мне приведи, приведи!» «Ага!» – хотела сказать я. «Сейчас он сюда и прибежит. Вот прямо к нам домой тепленького и привезут!» «Ты какого заказала?» – спросила я Нечаеву. «Надеюсь, молодого, симпатичного и холостого?» «Другие, сама понимаешь, нам ни к чему. Не волнуйся, именно молодого и симпатичного тебе понравится». Алина с любовью погладила камень в персне пальчиком, подышала на него, потерла свою юбку, рассмотрела на свет. В книге говорится, что камень обладает очень мощной магической силой. Кстати, и стоит, как чугунный мост. В восемнадцатом веке один граф давал за него своё имение. «Да ты что! Страшное дело! А если его продать?» «Продать? Полина, ты шутишь кому? Кто может заплатить за него такие деньги? Я посмотрела в интернете, сейчас перстень стоит один миллион долларов. Да, и потом, зачем продавать, когда можно самим пользоваться его волшебной силой? Интересно, как он попал к Алене Дьяченко?» «Теперь уж мы этого никогда не узнаем. Прежняя хозяйка унесла эту тайну в могилу». «Вот видишь, в могилу! Я же говорю, перстень непростой. Он сам решил покарать прежнюю хозяйку за её тёмные делишки». «Не без нашей помощи». «Алина, а что же твой молодой красавец не идёт?» – хитро сощурила я глаза. «Не волнуйся, придёт», – уверенно ответила подруга и хотела что-то ещё добавить. Даже открыла рот, но в этот миг раздался звонок в дверь. Мы с Алиной возрились друг на друга. «Кто это?» – удивлённо спросила она. «Как кто? Кого заказывала? Молодой, холостой, незарегистрированный. Или ты ещё кого-то наколдовала? Может, там их несколько? На выбор?» Пришедший напомнила себе ещё одним звонком. Мы с Нечаевой, как по команде, бросились в прихожую. Я не знаю, как насчёт семейного положения, но то, что человек за дверью оказался действительно молодым и на внешность привлекательным, было неоспоримым фактом. Высокий брюнет с тёмно-карими глазами и мужественным подбородком смотрел на нас, переводя взгляд с меня на Алину и, наконец, спросил. «А кто из вас будет Полина Казакова?» Алина ткнула мне в плечо указательным пальчиком. «Она». Брюнет подался чуть вперёд и сказал мне доверительно. «Мне надо с вами поговорить. Это очень важно. Ваш адрес мне дала одна знакомая». Через пять минут мы с Брюнетом сидели в гостиной в стиле хай-тек. Он приставился Андреем. Его прислала ко мне наша общая знакомая, которой я помогла в своё время. Андрей теребил в руках бейсболку, которую он почему-то не оставил вместе с ветровкой и ботинками в прихожей. Должно быть именно для этого теребить сейчас её в руках. Мне казалось, что он излишне нервничает. Руки его мелко дрожали. Впрочем, когда он начал свой рассказ, мне стало ясно почему. «Полина, я хочу его убить. Его просто необходимо убить. Вы понимаете? И я сделаю это». Что ж, впечатляет. Будем считать, что он меня заинтриговал. «Андрей, а нельзя начать всё с самого начала. Давайте по порядку. Кто сделал вам плохо? За что? Кого вы сейчас хотите убить? Почему с этим человеком не разбирается милиция?» Молодой человек посмотрел на меня удивлённо. Казалось, он не понимает. «Как это я не знаю? Кто сделал ему плохо?» «Да он же!» – скричал Андрей. «Дядя Коля! Я его хочу убить. Но тогда я, наверное, сяду в тюрьму». Так, уже кое-что начало проясняться. Нарисовался какой-то дядя Коля, которого мой новый знакомый во что бы то ни стало хочет прихлопнуть. «Андрей, а кто такой дядя Коля?» – осторожно спросила я, видя, как парень нервничает. «Как кто? Дядя!» «Понятно?» Ему понятно, но не мне. «Откуда я знаю, кто он такой, этот дядя? Сосед, а может, родственник? А может, вообще случайный знакомый? Попутчик в поезде?» «Чей дядя?» – спросила я осторожно. Андрей снова посмотрел на меня удивленно. «Мой, конечно! Не ваш же!» Уже хорошо. Хорошо, что не моего дядю собираются грохнуть. Хотя и дяди-то у меня нет. Но за что же посетитель хочет прибить собственного дядюшку? Андрей, скажите, а что настолько плохого сделал вам ваш дядя, что, как вы считаете, он достоин смерти? «Да он убил мою маму!» Андрей скачал с кресла. «Он ее убил!» – повторил он с расстановкой. «Это ужасно! Примите мои соболезнования!» «Спасибо! Теперь я хочу убить его!» «Что ж, ваше желание вполне объяснимо. Но скажите, почему этим не занимается милиция? Нет свидетелей?» Разумеется, нет. Он убил ее дома. По-тихому. А его любовница обеспечила ему алиби. Ну что же, вполне понятно. На такое зрелище соседей не приглашают. Простите, а как именно дядя Коля убил вашу маму? Свою сестру? Я правильно говорю? Да, они родные брат и сестра. Убил он ее очень жестоко. Прямо как последний гад, садюга. Он обварил ее кипятком. «Всю?» – не удержалась я от возгласа ужаса. «Не совсем всю. От пояса до самого низа. Живот, ноги, немного грудь. Но, насколько я знаю, это не такая уж большая площадь ожога. Современная медицина... Да что ваша медицина, Полина? Они ее только до больницы и довезли. Там она и умерла. Среди полсотни врачей. Они же не врубились, что у нее слабое сердце. Как мне потом сказали, она умерла от болевого шока». Андрей закрыл лицо бейсболкой. И я ждала. Посетитель посидел так некоторое время, потом открыл лицо и продолжил рассказ уже спокойнее. Конечно, в милиции завели уголовное дело. Сначала. Вызывали всех родственников. Меня, дядю Колю и сожительницу его. Больше у мамы никого не было. Отец умер пять лет назад. Андрей, вы живете все вместе? Нет, конечно. Я живу отдельно. Снимаю комнату. Мне так лучше, проще. Я парень самостоятельный. Давно уже зарабатываю себе сам. Получаю неплохо. Да и к работе эта комната ближе. Я системный администратор в супермаркете. А комнату эту сдает наш главбух. Она в пяти минутах ходьбы от моей работы. А мама жила на улице комсомольцев-добровольцев. Там у них на двоих с дядей Колей двушка. Комнаты изолированы. Одну занимала мама, другую – дядя со своей шлюхой. Так что, сами понимаете, мне там места не было. Не в ванной же мне ночевать. Да, это понятно. А что у вашей мамы с ее братом? Были конфликты из-за квартиры? Еще как были. Я и следователю сказал об этом. Дядя Коля со своей бабой хотел жить отдельно, а маму выселить. Только ей-то идти было некуда. Вот они и лаялись. Я с ним сколько раз разговаривал по этому поводу. Просил, чтобы он маму оставил в покое. А он на меня орал, чтобы я не лез не в свое дело. Обзывал щенком. А вы тоже в той квартире прописаны? Разумеется. Я там родился и вырос. Полина, вы понимаете, ему обязательно надо отомстить. Не могу я вот так. Мою маму убили. А я что, должен простить? Если ему это убийство сойдет с рук, он и меня может, как маму. И будет жить и наслаждаться в нашей квартире со своей шалавой. Не могу я этого допустить. Только если я сам его грохну. Меня ведь посадят. И на моей карьере можно будет поставить крест. Кто потом возьмет на работу уголовника? Да и замуж за меня кто пойдет? А я еще собираюсь жениться, детей завести. Андрей смотрел на меня так жалобно, что я едва не растрогалась. Действительно, такой молодой, симпатичный. Жалко будет, если его посадят. Андрей, а сколько вам лет? Как бы, между прочим, спросила я. В следующем месяце двадцать восемь будет. А что? Да так, ничего. А он очень не любит сожительницу своего дяди. Называет ее то шлюхой, то бабой, то шалавой. И за что, собственно, ему ее любить? Да, теплые семейные отношения. Можно даже сказать горячие. Почти кипяток. Впрочем, чему тут удивляться? Так вы возьметесь или нет? Андрей продолжал теребить в руках бейсболку. Еще немного, и он раздербанит ее окончательно. А что, по-вашему, я должна сделать с вашим дядей? Андрей посмотрел на меня с недоумением. Даже бейсболку оставил на минуту в покое. Как что? То же, что он сделал с мамой. Обварить кипятком? Ну да. Пусть сам испытает на себе. Каково это? Быть сваренным заживо. И как, по-вашему, я смогу это сделать? Посетитель замялся. Ну, не знаю. Надо подумать. Мне сказали, что вы очень умны и изобретательны. Конечно, слышите себе такое лестно. Однако этот комплимент не способен скружить мне голову. Хорошо, Андрей. Я подумаю. Оставьте мне ваш сотовый. Я вам перезвоню. После его ухода Алина вышла из моей комнаты. Полин, я все слышала. Ты что, подслушивала? Естественно. Жуть. Надо же. Сварили женщину. Можно сказать, заживо. Обязательно возьмись за это дело, Полина. Андрей прав. Надо этого дядю, как он. Кипиточком да пупочка. И ты туда же. Это легко сказать. Ты представляешь, как можно такое сделать? Легко. Наколдуешь с помощью своего волшебного перстня? А почему бы нет? Алина, я говорю серьезно. А я что, не серьезно? Ты же сама видела. Загадали мы видеть у себя молодого человека. Нате вам. Пришел. И в плане мести тоже наколдуем. Берись, Полина. Берись и даже не думай. Я тебе буду помогать. Спасибо, конечно. Я в тебе не сомневалась. Только ведь я, как всегда, сначала буду все проверять. Алина подошла к зеркалу и стала моделировать свою прическу. То убирая челку, то приподнимая ее над олбом и делая короче. А может, не закрутить с нашим новым знакомым? спросила она. Это еще зачем? Ну как зачем? Молодой, неженатый мужчина. Высокий. На внешность ничего. Ты заметила, какой у него мужественный подбородок? А какие выразительные глаза? Что ж такому добру пропадать? Потом закрутишь, когда дело закончим. У этого подбородка, судя по всему, куча проблем. Ах, какая ты, Полина, прозаичная. Нет в тебе романтики и возвышенных чувств. Потому и любовь свою найти не можешь. Вскоре Нечаева ушла. Она записалась на курсы литотерапии и торопилась на очередное занятие. А я достала из футляра свой саксофон и заиграла одну из мелодий Луи Армстронга. Она называлась разлука и была очень грустной. Все-таки день я считала испорченным, несмотря на появление нового знакомого, потенциального клиента. И раз уж у меня не получилось сегодня провести день в кресле у камина с любимой книжкой, добью-ка я его окончательно. И позвоню моему старому приятелю Антону Ярцеву. Он работает журналистом в нашей местной газете «Город сегодня». Мы были знакомы давно и почти дружили. Во всяком случае, время от времени Антон приглашал меня на очередную тусовку горовских знаменитостей, а я обращалась к нему за информацией. Ярцев умудрялся быть в курсе многих городских событий. А если чего-то не знал он, то его друзья-журналисты знали наверняка. Я набрала номер этого папарацци и вскоре услышала приятный знакомый голос. Ярцев слушает. Антон, привет! Это Полина. Как твои творческие успехи? Привет! Твоими молитвами. А ты по делу или как? Или как? Нужна информация. Ты, надеюсь, не занят? Смотря что назвать занятостью. Вообще-то у меня скоро заканчивается рабочий день, но, возможно, придется задержаться. Срочная работа? Да, надо закончить заметку. Завтра в 9.00 она должна лежать на столе главного. Намек поняла. Так я подъеду? Как тебе откажешь? Подъезжай, конечно. Через полчаса я сидела в крохотном кабинете Киантона, который он делил со своим молодым коллегой. Того, по счастью, не было на месте, и мы могли спокойно поговорить. Так что там у тебя, мисс Робин Гуд? Кого на этот раз покарает суровая рука возмездия? У меня, как всегда, ужастики семейного масштаба. Буквально из-за нескольких квадратных метров брат обварил кипятком родную сестру. Да, похоже, этот мир давно сошел с ума. Она лежит в больнице? Она лежит на кладбище. Так она умерла? Причиной ее смерти стали не ожоги, а слабое сердце, болевой шок. Печально. Так что ты хочешь знать? Как всегда, все, что только можно раскопать. И желательно обо всех участниках этой трагедии. Так-так. Я что-то слышал об этом, но только краем уха. Кто-то из наших занимался этим делом с неделю назад. Подожди здесь, я схожу, расспрошу своих. Ярцев вышел, а я некоторое время сидела в кабинете и, чтобы занять себя, просматривала газету, оказавшуюся на его столе. Вскоре Антон вернулся, плюхнулся на свой стул и посмотрел на меня с сочувствием. Извини, Полин, раскопать удалось немного. Заметку писал стажер. Там всего-то 15 строк в рубрике «Бытовых происшествий». Короче, эта семейка проживает в двухкомнатной квартире. Брат Солдатенков Николай со своей сожительницей Евелиной Раневич занимает маленькую комнату. Его сестра Ярослава Львовна Лютикова с сыном большую. Только сын Андрей с матерью не живет, снимает отдельную квартиру. Все произошло недели две назад. Соседка из квартиры напротив вышла на лестничную площадку. Хотела то ли мусор вынести, то ли еще зачем. Услышала крики за дверью своих соседей, стала стучать. Ей не открыли. Тогда она вызвала спасателей. Те вскрыли квартиру и увидели на полу женщину в луже воды. Она уже была без сознания. Ее отвезли в ожоговый центр, так как нижняя часть женщины была вся красная и в алдырях. И спасатели поняли, что это сильный ожог. Но спасти Ярославу Львовну не удалось. Действительно, она умерла от болевого шока, как ты и сказала. Следствие ведется. Подозреваемый номер один. Брат покойный. Солдатенков Николай. Сын погибший считает, что дядя убил его маму из-за квартиры. Вот, собственно, и все. Мало? Сколько есть? Спасибо и за это, Антон. Будет от чего оттолкнуться. Кто ведет следствие, неизвестно? Нет. Заметка писалась, когда еще все только случилось. Так сказать, по горячим следам. Главред не давал задания копать глубже. Да и что там можно накопать? Ну, убил брат сестру. Кого сейчас этим удивишь? Всем хочется жить отдельно. Всех жутко раздражают родственники на кухне и ванной. Даже сын погибший не жил с матерью и дядей. Предпочитал самостоятельность. Я встала, собираясь прощаться. Антон пошел проводить меня до выхода. Так племянничек теперь требует наказать дядю? Я правильно понял? Правильно. Уверен, что это сделал он и хочет сварить дядю вкрутую. Кровожадные нынче пошли племяннички. Ты их нянчишь, маленьких, на плечах катаешь, тетрисы им даришь, в зоопарк водишь. Они вырастая, я уж начинаю побаиваться своего племяша. В это время мы с Ярцевым вышли на крыльцо редакции. Давай, Антон, пока. Не пропадай, Полин. Я ехала домой в своем мини-купере. Конечно, те события, которые я получила от Антона, были недостаточны, но я теперь хотя бы знаю имена и фамилии участников этой трагедии. Теперь можно позвонить дяде Сереже, моему знакомому полковнику ФСБ, и спросить у него, кто ведет это дело. Так или иначе, но прежде чем сварить брата, погибший в кипятке, как того требует ее сын, мне предстоит выяснить, почему следствие посчитало этого дядю Колю невиновным и каким образом его даме сердца удалось обеспечить своему бойфренду алиби. Я достала мобильник и сумочки, включила телефон Сергея Дмитриевича и вскоре услышала его голос. Полковник Курбатов слушает. Дядя Сережа, здравствуйте, это Полина. Здравствуй, Полиночка, давненько ты не объявлялась. Как вы там с дедом поживаете? Спасибо, неплохо. Приходите к нам в гости, все новости расскажем вам лично. Ну, раз приглашаешь. Приглашаю, приглашаю, а у меня, дядя Сережа, к вам просьба. Я догадался, слушаю тебя внимательно. И я рассказала Сергею Дмитриевичу все, что узнала сегодня от Андрея Лютикова и Антона Ярцева. Дядя Сережа обещал выяснить, кто ведет это дело, и потом перезвонить мне. Я убрала мобильник в сумку и отправилась домой. На сегодня мои дела закончены. Можно и отдохнуть.